Мы куда-то едем, а мама говорит, какой-то сюрприз для меня делает, а я не знаю, что. Привет, планета Земля. Я не говорю, куда мы едем с Каном, а он, бедный, не знает, как быть, что делать. Весь уже не знает, что делать, радоваться или не радоваться, почему я ему не говорю, куда мы едем. Но едем мы далеко, нам где-то целый час точно ехать надо будет. Отдала я Тэдди на две ночи. Первую ночь, ну вторая ночь она как пойдет, если, допустим, будет все печально и плохо, я, конечно, его завтра уже заберу. Если будет все хорошо, тогда она его оставит до воскресенья, чтобы уже прямо убедиться, что все нормально, что вот они провели два дня вместе и там все замечательно. Посмотрим, как это все будет у них. Ну так, вроде бы он уже к ней подходил под столом, там ножку мог там облезать, не знаю. Ой, нам надо сюда, почему нам сюда надо, ничего не понимаю. Как-то странно она меня ведет. Ладно, отключусь, посмотрю, почему навигатор меня так странно ведет. Все, моя... Все, мы купили сюрприз, это компьютер. Да, ты рад? Да. Компьютер, он всегда себе желал, уже, наверное, уже целый год себе хотел компьютер. Компьютер, конечно, я купила в БУ, а не новый. И, конечно же, купила я его в Германии, потому что дешевле в Калининграде, я не знаю. Я бы отдала, наверное, в два раза дороже. Осталось нам купить теперь монитор, но мы сперва попробуем подключить к телевизору, да, сына? Да. Вот. Тут в Германии. Не в Германии. Там, в России, к нашему телевизору, который у тебя стоит в комнате, мы попробуем к нему подключить. Если он подключится, тогда мы можем, в принципе, он может и через телевизор играть. Не-е-е-е, тьфу, е-е-е. Что? Наоборот, классно. Ты что, большой такой телевизор? Ты знаешь, что эта графика, она идет на этот график телевизор. Эта графика, это игра. Графика, да. Это все, что ты не понимаешь, как это все делается. Сдох. Ой, ну все. Сдох, сдох. Нет. Не спорь. Короче, мы попробуем подключить к телевизору, если все это подключится, будет играть через большой телевизор. Даже так намного интереснее играть, чем на маленьком. И надо будет там купить мышку и джойстик, да? Почему мышку? Ну, мышку можем потом. Ну, чтобы вообще его включать, стартовать, включить, вообще компьютер запустить. Все равно нам надо мышка, нам обязательно нужна. Поэтому купим сразу как бы все. Почему я купила ему компьютер? Ну, не только играть. Я еще купила ему компьютер из-за того, что начинается школа, всякие надо будет презентации писать в интернет. Часто, если школа на карантин закрывается, тогда у них, получается, школа через компьютер они учатся. И, как бы, компьютер, он всегда нужен. Поэтому полезное с удовольствием связала. И вот такой получился подарок Кану на день рождения. А так и так к нужному был компьютер. Поэтому связала с день рождения. И вот получился подарок на ура. Нет, цена, я сейчас Саше позвоню. Нет, я хочу только обшлаем. Ладно, все, пошли мы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Куда? Куда иди отсюда? Камеру выключает. А куда поставить-то? А? Вон на зелёный вниз. Вон там вниз на зелёный. Спасибо! Хоть вкусно сделала. Не знаю, машинка делала. Доброе утро, планета Земля. Сына, ты что там придумал? Скей за кухон. Нутеллу наверх намазал. Вкусно? Спекла тетя Кристина. Я сейчас тоже скушаю кусочек. Все. Тедика опять нам отдали. Сейчас я выключу тут. Доброе утро еще раз от меня. Теперь я стою под этой лампой. Странной. Да, сегодня в 9 часов нам привезут Тедика обратно. Очень странно как-то от этой женщины. Потому что она говорит, я сейчас с ним еще пойду погуляю. Там 4 километра, что ли. Она часто и много гуляет. Может гулять по... Не знаю, по 10 километров на день, как минимум. Вот. И она говорит, пойду, последний раз с ним погуляю. Такой хороший мальчик. К сожалению, ему невозможно остаться. Если он такой хороший керль, но он такой хороший мальчик, почему ему не можно остаться? Но она ничего не хотела мне писать. Она сказала, она хочет мне сказать персонально. Ну ладно. Посмотрим, что она мне расскажет. Через час она его привезет. Я, бэйби. Это наш муж. Точно. Как говори. А он всегда с нами. Мы сидим тут, значит, кофе пьем. Сегодня у меня другая кружка. Получила по мозгам. Теперь пью с другой. А наш раб работает. Он пришел, мы кофе сидим, пьем. Ему видно скучно. Он пришел тут посуду моть. Нет, Кристина. Это я его заставляю. Да. Что ты врешь? Это мы его заставили. Мы сегодня хотели это. Ну, ты можешь нам вам сказать. Это опять скажут. Я кормику хочу. Скажи про погоду, про дачу. Сегодня плохая погода. Буду снимать себя. Говорить буду я. Ты губы, губы двигай. Хотели сегодня вместе погрелись. Но так как будет везде дождь, пойдем сегодня в индор-шпиль, в закрытый шпиль. Супер объяснила. На закрытую площадку. Да. А что делать еще? Да. А дети должны резвиться, беситься. Потому что без этого никак. Молодец. Молодец. Все помыл. Ну, все. Пошли. Целовать тебя будем. А вот и наш компьютер. Вот так он выглядит. А у него окошко еще. Да. Он горит красненьким, когда его включаешь. Тут подсветка красненькая. Короче, кто в компьютерах разбирается, могу данные засветить. Вот тут где-нибудь, что за данные у него. Самолет какой-то. Не, классный компьютер. Вот. Выбирала вместе с человеком, который очень хорошо разбирается в компьютерах. Это Лизан Друг. Фроинт на немецком. Вот с ним я советовалась и выбирали. Забрали мы нашего Тедика. Тедика, конечно же, я спросила причину. Причиной была то, что она будет работать 8 часов. И, по ее мнению, он не сможет один находиться дома. Я сразу ей сказала, что он более чем там 2 часа никогда не был один. И ему надо к этому еще будет привыкнуть. И особенно в Германии это, ну, как сказать, обычное явление, что тут собаки могут находиться по 8 часов одни дома. Потому что людям надо всем работать. Тем более в наше время. Что в России, что в Германии все работают. И, как бы, собака, конечно, она поначалу будет там, может, скулить и гавкать и страдать. Но это, как бы, дело привычки. Со временем это все уладится и будет все хорошо. Она сказала, что у него много энергии. Но она, как бы, тоже человек, она любит очень много гулять. Она вчера с ним гуляла, ничего не видно. Она вчера с ним гуляла несколько часов. И сегодня. И она и без собаки так гуляет. Как бы, с этой точки зрения вообще было бы для Тедди, конечно, классно. Столько много гулять и резвиться. Но она говорит, что, она думает, что не сможет, не справится она с ним. И потому что ему надо постоянно, чтобы кто-то был с ним рядом. И чтоб постоянно с ним гуляли днем и ночью. Ну, такого не бывает. Как бы, это такой, как сказать, вунжденькен. Как сказать, по-русски этот вунжденькен. Ладно, ничего страшного. Как бы, ну, что мне осталось сказать? Окей. А так, она говорит, они мимо лошадей проходили, мимо коров, мимо коз. Там бабушка с двумя внуками гуляла. Короче, говорит, он адекватно реагировал нормально, вообще ничего не было. И, говорит, ночью он один раз пометил нож у стола. И я заметила, как она сразу сказала, о, нет, так не пойдет, ой, ужас. Я говорю, понимаете, у него это протест, это нормально. Его взяли и отправили в новую семью. У меня же дома он так не делает. Поначалу он тоже у меня много, как сказать, но он еще был не кастирован. Поначалу он тоже много метил, но он был не кастирован. И с тех пор, как я его кастрировала, он вообще перестал дома метить. Это просто был протест. То, что она его закрыла в зале одного, а сама пошла спать в свою спальню. Он в чужом доме совершенно один. Конечно, он будет показывать свой, скажем так, характер. И то он ничего плохого не делал. Он не скулил, он не гавкал ничего. Он просто лишь чуть-чуть пискнул на ножку стола. Но мне кажется, это для нее было самое такое драматичное. Я не понимаю, как люди могут себе заводить собаку, взрослую именно. Если ты хочешь, чтобы собака... Это же не игрушка. У каждой взрослой собаки есть свой характер. Он себя очень хорошо с ней вел. Так что это у нее какие-то там, не знаю, в голове муравьи. Он себя достойно, хорошо вел, как собака. Поэтому ничего страшного. Если она его не взяла, значит, так и должно быть. Завтра приедут люди. Семья, но у них двое детей. И они уже более такие взрослые. Поэтому там не будет проблем. По-моему, самый младший, ему что ли 16 или 17. Короче, достаточно взрослые дети. Поэтому все будет, я думаю, хорошо. Они приедут аж с Дюссельдорфа. И, может быть, после того, как они с ними там погуляют, побегают, как говорится, на улице дети, потом, может быть, сразу с собой его и заберут. Посмотрим. Вот такие новости на сегодняшний день. А мы поехали домой. Нам надо в душ, нам надо переодеться, почистить, как говорится, зубы. Я уже чистила. Ты чистила, я еще не чистила. Вот. Все сейчас в дом буду делать. И мы пойдем сегодня, я уже говорила, на закрытую площадку, чтобы дети могли поиграться, побегать, побеситься. Потому что дома это невыносимо. Тем более у нас, не знаю, чем Кана развлекать. У нас ничего нет. А ни интернета, ни телевизора, как говорится, ничего. Игры он играть не очень любит. Он любит больше так, там, футбол попинать. Такие активные вещи. А активные вещи сегодня невозможно на улице, потому что весь день дождь. Поэтому мы поедем на площадку. И все этому очень уже рады. Так что до встречи. Как всегда, люблю вас, целую. Пока-пока. Увидимся скоро. С новым роликом.